Субботний день порадовал новошахтинцев футбольным матчем, первенства России среди женских молодежных команд. Женская молодежка футбольного клуба Ростов базируется в Новошахтинске. Здесь же на центральном стадионе проходят домашние матчи команды. В 11-м туре Ростов принимал футбольный клуб «Краснодар». Приятно было видеть на трибунах болельщиков, которые поддерживали свою команду. На момент встречи Ростов находился на седьмой строчке турнирной таблицы «Краснодар» на пятой. Силы практически равны, но «Краснодар» одержал победу в пяти матчах подряд. Ростовчанки выиграли две последние игры. Что примечательного было в этом матче? Был накал страстей, была грубая игра и штрафные удары, желтые карточки и женские эмоции. В первом тайме главный судья дал командам паузу, чтобы спортсменки смогли попить. Это разрешается, когда температура воздуха на поле доходит до определенной отметки. Еще один момент из числа разрешенных в составе команды допускается по два игрока из основного состава. Опытные игроки укрепляют молодежный состав. Однако, как девушки не бились, мяч так ни разу и не влетел ни в одни ворота. Счет так и остался – 0-0. Что еще необычного? То, что этот матч могли увидеть в прямом эфире все поклонники футбола. Прямую трансляцию вел канал «Наш спорт» в социальных сетях, что значительно увеличило число просмотров матча. А своими впечатлениями поделились тренеры и игроки обеих команд. Уже какой матч. Мы много атакуем, много бьем по воротам, но именно в ворота мяч не залетает. Ну что, будем работать. В следующий матч обязательно залетит. Мы знали, что соперник тоже хороший, погода прекрасная, поле прекрасное. Ничего сложного не было. Просто чуть-чуть нам не повезло и мяч не летел в ворота. Все придет со временем. Мы тренируем завершение, завершающей стадии работаем очень много. Моменты самое главное, что есть. Реализовать мы начнем их, наверное, чуть позже. Ждем в каждом матче, когда они начнут залетать в ворота. Но я думаю, что со временем все придет. Мы движемся в правильном направлении, моменты создаем. Есть опасные подходы, моменты, поэтому, думаю, все придет. Готовились к единоборствам на каждом участке поля. В принципе, что и было. Переходных фаз очень много было. В принципе, особо нет. Готовились к этой игре. Так и получилось. Наверное, для меня, да, это был особенный матч. Южная Дейлубия всегда проходит очень эмоционально. И сегодня, я думаю, что получилось настоящее Южное Дерби. Я думаю, что надо было в первом тайме забивать свои голы и спокойно контролировать второй тайм. Нужно было забить все свои моменты. Это Южное Дерби. В любом случае, наша молодежка молодцы. Прям я первую игру за них играю. Заряженные, боевые. Просто чуть где-то, может быть, опыта какого-то не хватает. Но так по игре горжусь. Удивил ли чем-то Краснодар? Ну, все ожидалось, что будет борьба на каждом клочке поля. И, ну, все, как мы планировали. Южное Дерби будет тяжело. Помогла ли сегодня поддержка зрителей? Да, безумно. Хочется поблагодарить их. Наоборот, когда уже как-то тяжелее становится, и тут слышишь, что тебя заряжают, прям приятно становится. Хочется дальше работать.